Приветствую вас и ответ на вопрос про ущерб можно подформулировать исходя из воли. Если ваше решение, работать над вами без постоянного контакта с людьми, является свободным волеизъявлением, то есть на ваше подобное решение ничто не оказывает давление ни из вне, ни изнутри, тогда психике никакого вреда не будет. Если же есть определенное давление, то есть это давление включается в следующее. Если приводить пример внешнего давления, то это могут быть люди, это может быть общественное мнение, это может быть реакция на общественное мнение, то есть, допустим, окружающие говорят вам, что вы, допустим, должны работать, а вы говорите нет, я не хочу, я буду на дому работать. Пример внутреннего давления, это когда вы испытываете дискомфорт от общения, допустим, с людьми, постоянного общения с людьми, и от этого дискомфорта вы хотите сбежать, отстраниться. Только в этих случаях, в случаях давления ущерб будет, потому что вот само наличие давления свидетельствует уже о вашей, ну, не совсем адекватной, правильной оценке происходящего, как вовне, так и внутри вас самой. И ваше действие, направленное на потакание вот этому вот давлению, то есть, продолжение следованию давлению, лишь только разобьет аномальные изменения в вашей личности, в вашем характере, в вашем восприятии, ощущениях, способностях и чувствах. Правда, в том, что касается ощущений, здесь немножко вопрос сложный, дело в том, что ощущения, это вне зависимости от каких-либо обстоятельств, они одинаковые, но вот чувства, которые они вызывают, эмоции, которые они вызывают, будет разным. Соответственно, если ничего такого нет, и никакого давления нет, и вы совершенно спокойно можете общаться с людьми, и во мне вы делаете все, что хотите, и вам так просто удобно, с точки зрения комфорта, то тогда никакого вреда, конечно, нет. Для того, чтобы максимально правильно, максимально взвешенно ответить на ваш вопрос, необходимо подумать, почему вы считаете, что вам достаточно всего лишь нескольких лучших друзей. То есть, само по себе, такое понятие правильно. Действительно, друзей не может быть много, это один-два человека. Но, человеку нужно общение с другим, потому что за счет общения происходит основной обмен знаками. По сути, это одна из главных форм развития, получения новой информации и расширения кругозора. Соответственно, нужно понять причины, по которым вы стремитесь к максимальному снижению этого источника информации. И тогда, работав с вашими мотивами, лучше понимая ваши мотивы, можно и ответить на вопросы. Но пока, в общем и целом, думаю, вам ситуация будет ясна. Не заставит большого труда вам самостоятельно проразмыслить над тем, в результате чего вы пришли к такому вот выводу. к такому решению относительно своей жизни. И в зависимости от решения, уже планировать дальнейшее свое существование. Если давление все же есть, нужно обращаться к специалистам, хотя бы на нашем ресурсе, для выявления и устранения проблем. Если давления нет, то тогда все хорошо и живите и работайте так, как вам лучше. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будем благодарны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...